Николай Николаевич, пару вопросов, если вы у вас можете. Мы вроде потом будем. Да, но я не знаю, что вы спросите. Пару вопросов всего лишь. Я знаю, что вы спросите. Ну, конечно же, в первую очередь у нас здесь в прессе и в политических кругах обсуждается вопрос, как вы можете прокомментировать тот факт, что члены страны, члены ДКП продают оружие Азербайджану, которая де-факто находится в войне с Арменией. Я имею в виду последние продажи российских вооружений. Российская Федерация – один из крупнейших производителей оружия и поставщиков оружия. Российская Федерация торгует оружием и поставляет оружием в десятки стран мира. Но это нормально, когда продается оружие? И это оружие продается очень многим государствам. Тем странам, которые... Кинуточку, вы мне задали вопрос. Да, извините, пожалуйста. И это оружие продается в десятки стран. В том числе, не входящих в организацию договора о коллективной безопасности. Это бизнес, это рынок, это экономика Российской Федерации. Другое дело, что при продаже оружия не членам ДКП, вы спрашиваете конкретно о Кавказе, а Азербайджане, прежде всего, во главе принятия решения ставится главное – сохранение парикета на Кавказе. И этот принцип главный принимал свое внимание при принятии решения о продаже оружия вашему соседу. Спасибо большое. Все остальное... Это не выходит за рамки союзнических отношений? Отлично. Давай. Спасибо.